не нужны даже при окне. Нутрициолог перечислила опасные спирты в косметике. Спирт в косметике овеян множеством мифов. Не все спирты опасны для здоровья кожи, также есть целый список вредных. Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог Яна Фокси. Она привела пример, что один из таких мифов состоит в том, что, например, спирт подсушивает прыщи и поэтому нужен при окне. Не все спирты в косметике вредные. Это вообще не так. Подсушивая воспаление, спирт разрушает защитный барьер, иммунитет кожи ослабевает, он не борется с патогенами, а кожное сало дает им размножиться, появляются высыпания, поделилась Яна. Но есть и другая крайность, что все спирты опасны. Это тоже не так, сказала косметолог. Список вредных спиртов в косметике Это одноатомни спирты, они разрушают защитный барьер и делают кожу чувствительной. Эти спирты – проводники активных веществ, но также помогают проникнуть в кожу и вредным компонентам. Но самое опасное их свойство – вызывать апоптос, гибель клеток, написала Яна. Почему же их используют в косметике? Это выгодно. Этанол, например, продлевает срок годности средства. Также их добавляют в масляные основы, чтобы испаряясь они оставляли матовый финиш. Кроме того, они выступают в качестве антисептиков, рассказала Фокси. Она добавила, что надпись «Alcohol Free» не всегда значит, что спирта нет вообще. Иногда это значит, что в составе нет этанола, но при этом есть, например, бензиловый спирт. Список безопасных спиртов в косметике. Стеориловый СТА-элкохол, цитиориловый СТА-элкохол, цитиловый СЭТИЛ-элкохол, бигиниловый БХНИЛ-элкохол. Каприловый КАПРИЛИК-элкохол, лауриловый ЛАРИЛ-элкохол. Эти спирты многоатомные, жирне. Они выполняют роль загустителей и эмульгаторов, делают консистенцию удобной для использования, влагоудержателей и безопасны даже для чувствительной кожи, подытожила Яна. Напомним, ранее косметолог рассказала, как Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Избавиться от рубцов окне. Читайте также, как вылечить купероз без косметики. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкайт.